Пятый последний блок относительно контекста, в который приходит относительно изображения, и на этом мы сегодня закончим. О тех дурных последствиях, которым ведут, что изображение. Пришло от Аиши и от Умсалемы, у Бухари и Муслима. То, что однажды они упомянули Зикруль Каниса, так? Упомянули церковь, которую они видели где? В Эфиопии. То есть Умсалема видела в Эфиопии церковь. И в ней были суры, в ней были изображения, то есть иконы разные и так далее. И женщины, эти жены пророка сразу упомянули об этом посланнику Аллаха, о том, что они видели эту церковь и эти суры. И тогда посланник Аллаха сказал, Этот народ говорит, то есть христиане и иудеи, так? Если умирает среди них праведный человек, То есть праведный раб или праведный человек, Они строят на его могиле здание, мечеть, То есть молельную, так, то место, где они будут поклоняться. А потом рисуют его изображение и вешают на стены его изображение. Эти люди самые худшие творения перед Аллахом в одном из древятых Йоманхайяма, в судный день. Исходя из этого, брат, что ты берешь из этого хадиса? О том, что тот, который изображает праведных людей, А кто такой праведный человек, брат? Разве ученый неправедный человек? И разве шейх это неправедный человек? Отсюда ты берешь, брат, что тот, который создает изображение ученых, Или шейхов, или тулаб-эльм, Или просто праведных людей, Или даже своих родственников, папу, маму, дедушку, Так, которые, может быть, были праведными, Или даже неправедными, так? Эти люди что? Эти люди из тех, которые делают ташабу бель-аглиль-китар. Те, которые подражают кому? Обладателям книги. И подпадают под грех подражания обладателям книги, Иудеям и христианам. И более того, Всевышний Аллах, то есть посланник, что сказал, Они худшие из творения Аллаха в судный день. Зачем, брат? Из-за двух причин. Во-первых, из-за того, что они строят строение на могилах, А во-вторых, из-за того, что они делают изображение этих праведных людей. Понятно или нет? Второй хадис, который приходит у имама Тирмиди, С достоверными снадом от Абу Гуреры, То, что посланник Аллаху, саллаб-эльм, сказал, И вот этот, брат, очень страшный хадис. Это один из самых страшных хадисов относительно этой главы. Сказал посланник Аллаха со слов Абу Гуреры, У имама Тирмиди, с достоверными снадом, Яджму Аллаху, Наса, Ямал-Каяма, Фиса-Идин, Уахин. Соберет Всевышний Аллах людей в судный день, Всех на одном пространстве, то есть на одной площади. Сумма ятталива алейхим. Потом посмотрит на них. Или покажется перед ними. Не так, что люди его увидят, Но имеется в виду ятталива алейхим, то есть как посмотрит на них. Сумма ятталива алейхим, Раббуля алямин. Потом Господь миров посмотрит на них, Паякуль, и скажет, Пусть каждый, кто поклонялся кому-либо, кроме Аллаха, Последует за тем, кому он поклонялся. Пусть каждый, кто из вас сейчас есть на этой площади, Пойдет за тем, кому он поклонялся, кроме Аллаха. Паю мессаль ли сахиб ас-салиб салибугу. Говорит, и тот, который поклонялся кресту, Перед ним появится большой крест. Перед ними появится большой крест, И все они пойдут за крестом. Так, все они пойдут за этим крестом. Вали сахиб ас-тасавир сасавирагу. И всем, которые делали изображения, Появится перед ними их изображение, Они пойдут за своими изображениями. Вали сахиб анар, нар. А те, которые поклонялись огню, Появится перед ними огонь, И они пойдут за этим огнем. И все последуют за тем, чему они поклонялись. И здесь важный вопрос есть, что те, которые делают изображения этих ученых или машаев, или любые другие изображения, могут сказать, но мы не поклоняемся этим изображениям, так или нет, у меня нет намерения ему поклоняться. Наоборот, у меня есть намерение какое-то это взять, так или нет, послушать проповедь, послушать урок и так далее, взять пользу от этого. Так вот, таким людям мы приведем слова Ибн Алхаима из книги Игаса Туллахасан, 2-й том, 149-й страница. То, что Ибн Алхаим сказал, Когда, говорит, человек, появится любовь в сердце к какому-то изображению, к какому-то изображению, так, Так, что он хочет, чтобы это изображение у него появилось. Например, говорят, там, маша Аллах, появилось, допустим, что, урок или видео такого-то шейха. И он хочет получить это изображение себе. Или оно было, и он его потерял, и хочет обратно вернуть. И хочет наткнуться на это изображение заново. И гневается, если не может получить его. То есть, что начинает гневаться, если он не может получить это изображение. Кто знает, что он является тем, который поклоняется уже этому изображению, Настолько, настолько, насколько у него есть сердце, любовь к этому изображению, И гнев к тому, что он не может это изображение получить. Понятно или нет? То есть, брат, поймите, вещь, понятие изображения, это непростая вещь. То есть, изображение, один Аллах знает в мудрости, почему он запретил это изображение. Исходя из слов Едмилтайма, получается, что изображение противоречит единобожию. То есть, сердце человека, Всевышний сделал так, что у него появляется любовь к изображениям живых существ. Понятно или нет? И это является частью поклонения этому изображению. То есть, у него появляется любовь и гнев, если он не может получить. То есть, брат, если у тебя есть, например, фотография твоей семьи, например, и ты далеко от них находишься, так? Ты же любишь на нее смотреть и вспоминать свою семью, так или нет? И если ты ее потеряешь, ты будешь гниваться или нет? Или если тебе придет человек и скажет, что ты будешь ее удалять? Вот это, брат, не охота, насколько она у тебя велика в сердце, настолько велико твое поклонение этому изображению. Ясно или нет? То есть, понятие изображения, это непростая вещь. Не просто, как человек, например, любит, допустим, спиртное употреблять. Нет, спиртное он отказался и все. Но именно вот эти изображения, в них есть какой-то секрет. То, что если человек видит изображение живого существа, это влияет на его сердце, влияет на его единобожие. И влияет на его любовь к Аллаху. Понятно или нет? То есть, вредит его любви Всевышнему Аллаху. Поэтому пусть побоятся любой, который создает изображение, или смотрит изображение и не удаляет их, будь оно ученых или не ученых, без разницы. Потому что в судный день Всевышний заставит его пойти за этим изображением. Ясно или нет? И на площади, брат, останутся только машины, только единобожники, которые не пойдут ни за какими объектами поклонения, останутся на площади и пойдут за Всевышним Аллахом. И третий, последний хадис, который мы уже разбирали, относительно кого народа Нуха, так народа кого Нуха. То, что они создали изображение. Для чего? Для того, чтобы вспоминать этих праведных людей и быть такими же праведными и так далее. В этом хадисе указание на то, что создание изображения одной из причин возникновения многобожия или поддержки этого многобожия, если оно уже есть. И последнее на то, что осталось вниманию, как называется, уделить на этом уроке, то, что если ты, брат, обратишь внимание, практически большинство или практически все контексты, которые приходят о запрете изображения, приходят у Бухарии и Муслима. Либо и у Бухарии и Муслима вместе, либо только у Бухарии, или только у Муслима. И это одно из правил шариатов, раз. Чем более важен вопрос, тем контекстов об этом вопросе больше, и тем они находятся у Бухарии и Муслима, или в шести сборниках. То есть, если вопрос является очень важным, то Всевышний не оставляет людей на хадисе, которые приходят где-нибудь у какого-нибудь там дарь, например, или в том контексте, или в том сборнике хадисов, которые большинству людей неизвестны. Для чего? А помещается их именно в Бухарии и Муслиме, или в Тирмидии и Ахмадии, или так далее. То есть, в шести сборниках. Или у имама Ахмада. Те сборники, которые люди могут получить спокойно и прочитать эти контексты, чтобы знать, что этот грех является тяжелым. Мы привели 19 хадисов, из них 13 находятся либо у Бухарии и Муслима вместе, либо у Бухарии и Муслима отдельно. Понятно ли? Не только 6 из них находятся. Где? Опять у имама Тирмидии, у имама какого Ахмада, и так далее. То есть, опять в известных сборниках. Все это также указывает себе на важность вопроса, и важность того, как шариат уделил внимание этому вопросу, и то, что этот вопрос очень опасный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok